Приветствую вас! Я вам сейчас немножечко расскажу про агрессию вообще, как таковую, что она из себя представляет. Потом расскажу, почему психологи, с которыми вы работали, решаются другие проблемы ваши. И потом скажу, что вы можете сделать для того, чтобы решить именно проблемы своего поведения. Итак, первое. Это что такое агрессия? У агрессии есть два основных определения. Первое определение, значит, формируется так. Это реакция человека на удаление его от объекта, дарующего удовольствие. То есть вот, если нас лишить чего-то, что доставляет нам удовольствие, то у нас появляется защитная реакция, у нас появляется потребность. Значит, эту ситуацию исправить, да? У нас появляется необходимость защитить этот самый объект. И здесь, конечно, нужно постараться только понять, что именно за объект, каков объект вашему удовольствию. И почему вы его так сильно защищаете? Вот. Мне представляется это принципиально важным, если мы с вами говорим именно об агрессии. Это первое. Это первое. Первое, что хочется сказать вам. Второе. Второе, это определение агрессии как противоречия. То есть агрессия, суть наличия определенных противоречивых, как правило, даже взаимоисключающих мотивов, установок, целей, страхов, которые причудливым образом сочетаются в человеке. И не имея возможности воедино сплестись, а постоянно расщепляясь, они прождают напряжение, конфликт, который и проявляется у вас в виде агрессии. Следующее и последнее, даже, наверное, не определение уже, а характеристика агрессии. Это заключается в том, что человек, проявляющий агрессию, как правило, не говорит о своих чувствах. То есть агрессивный человек, это человек, который не умеет, не может говорить о своих чувствах. В вашем случае, ситуация, конечно, такова, что вы говорите, что у вас только в этих отношениях агрессия появилась. И это значит, что вероятнее всего, по какой-то причине, именно в этих отношениях, вы не можете говорить о своих чувствах, не можете быть откровенны с вашим мужчиной. По причине, возможно, по причине того, что, например, можете бояться, допустим, его потерять. А вы боитесь его потерять, потому что вы просите у него прощения, вы как-то пытаетесь реабилитироваться в его глазах, да, после вспышки. И это, в общем-то, обращает сверхмотивацию для вас быть с этим мужчиной. И если сверхмотивация есть, то она стимулирует вас на то, чтобы вы не были собой. А если вы не являетесь собой, то вот вам и причина для этой самой агрессии, о которой вы говорите. Поэтому определения агрессии именно такие, именно такие. И если говорить о, значит, последней части, да, о последнем аспекте агрессии, то я думаю, что здесь ключевой фактор, ключевой момент, ключевой момент, точнее, является то, что вам нужно больше говорить о своих чувствах. То есть вместо драки, вместо каких-то физических действий вам нужно говорить о том, что я чувствую. Говорить. А этому нужно учиться. Учиться в первую очередь. Этому нужно именно с психологом. И да, это, как вы понимаете, не имеет отношения непосредственно к вашему, допустим, поведению. И мы здесь плавно переходим к следующей части моего ответа. Это, значит, о том, я хочу сказать, почему психологи решали вашу другую проблему. Не проблему именно поведения. Потому что проблема вашего поведения решается именно через техники. О техниках я скажу немножко позже, а пока просто скажу, что психолог понимает, что ваша агрессия – это следствие. Это следствие, следствие проблемы, но не ее причина. То есть агрессия не бывает беспричинной, агрессия не бывает беспочвенной, если это не заболевание какое-то медицинское. Вот. Кстати, были ли вы у врача и проверяли ли вы свои органы, может быть, у вас какое-то заболевание, которое промоцирует агрессию, такое тоже может быть. Вот. То есть, как я сказал, агрессия – это всегда лишь следствие. Следствие других проблем, которые пытались с вами разобрать психологи. Как мы могли понять уже, я надеюсь, из первой части моего ответа, что агрессия – это следствие определенных конфликтов. И, естественно, говоря о конфликтах, психолог не решает проблему поведения. Просто разговаривая с психологом, беседуя с ним, может быть, если это психоанализ, то довольно долго. Вот вы говорите, что вы занимались психоанализом, но не очень понятно, как долго вы это делали, потому что психоанализ, насколько я знаю, это такой способ работы, который может длиться годами. А вы, насколько вы взаимодействовали с психоанализиком, не очень понятно. Вот. Тем не менее, тем не менее, тем не менее, значит, как я уже сказал, что агрессия – это вот неразрешенные противоречия, ограниченные конфликты. И если эти конфликты ограничить хотя бы вам с собой, самой с собой, то агрессии будет меньше. Но это работа именно с другими проблемами, не конкретно с проблемой агрессии, потому что это следствие, это не первопричина. Понимаете? И здесь, конечно, немножечко странно выглядит ваша, ну, скажем так, ваша вот категоричность, ваша категоричность в отношении того, что вы не хотите работать с причинами своего поведения. А, таки именно своего рода психокоррекций, если вот можно так выразиться. Вот. Но психокоррекция – это опять же из третьей части моего ответа будет рассмотрена более подробно. Итак, надеюсь, мы с вами этот момент тоже уяснили, что работают с вами психологи по другим проблемам, именно по той причине, что это необходимо, что на агрессии стоят другие какие-то моменты, скорее всего, о которых вы не подозреваете. Итак, теперь третья часть моего ответа. В третьей части своего ответа я хочу сказать, что для подавления агрессии существуют техники НЛП, оценивание своих мыслей, переключение внимания, рефлексия и так далее. То есть для коррекции поведения существует много способов. У нас на сайте есть специалисты по НЛП и я думаю, что они вполне способны вам помочь, если вы именно хотите скорректировать свое поведение. Понимаете? Понимаете в чем дело? Вам для того, чтобы именно убрать агрессию в поведении, именно в поведении, то есть скорректировать свое поведение, вам достаточно просто обратиться к специалисту НЛП. Но, опять, ну например, НЛП, но опять же специалист по НЛП и любая техника не уберет вашу проблему, потому что именно проблема, она не лежит с помощью техники. Да, техника, она поможет вам убрать именно определенное проявление вашей проблемы. Это да. Но проблема-то останется. Если она перестанет проявляться в одном, она будет проявляться в другом. И на мой взгляд, на мой взгляд, еще неизвестно, что хуже, потому что так вы хотя бы знаете, как, например, ваша проблема выглядит и как она проявляется. А если она проявляет в другом месте, то это будет куда страшнее. Поэтому здесь тоже не все так однозначно. Что касается освещивания своих мыслей, то здесь именно вы, именно вам нужно просто следить за тем, что вы думаете, следить за тем, какие эмоции вы испытываете, когда, вот, остаются какие-то считанные минуты до агрессии, до, ну, проявления агрессионного состояния, вот. И уже просто анализировать свои чувства, думать, думать так, почему, почему я, почему я так вот реагирую, почему я так чувствую, так, что происходит со мной, почему меня это так бешит и так далее, почему меня это тогда раздражает, да, почему у меня такая реакция на это, да. Вот это, ээээ, это значит, но это практика, понимаете, это практика. И опять же, ээээ, это нужно с психологом делать, на самом деле. Далее, значит, так. Вы здесь в своем тексте задаете вопросы. Так, эээ, значит, как, какой совет моему мужчине, как ему вести себя, эээ, как за минуту до помочь мне остановиться? Ну, довольно забавный вопрос вы, конечно, задаете. То есть, ээээ, это мужчина должен вас останавливать. Эээ, я полагаю, что в вашем случае, эээ, совет может быть только один, эээ, понять, почему вы вообще ссоритесь. То есть, у вас, ээээ, бытовые, ээээ, ссоры постоянно, это не хорошо. Это свидетельствует о наличии определенных проблем между вами. И здесь я бы подумал о том, вообще, надо ли вам пока, эээ, надо ли вам жениться. Потому что ссоритесь вы постоянно, проблемы какие-то есть, мужчина от вас прорывается уходить. И я полагаю, что это не та атмосфера и не та ситуация для того, чтобы задавать семью. Во мной на проблемы решить. Потому что дальше жить лучше не будет, на самом деле. А будет только хуже. Особенно, если вы, ээээ, не будете работать на летнем. Поэтому здесь, эээ, теропитесь, пожалуйста, выходить, эээ, замуж. Эээ, значит, вот вы говорите, что у вас есть проблемы. Да, вот мы об этом. Ээээ, значит, сейчас, ээээ, секунду. Вот вы описываете, да, значит, ситуацию, эээ, значит, так, во время ссоры, сначала мы разговариваем, потом переходим на претензии. Потом он пытается уйти от тяжелого разговора и тут меня накрывает. Ээээ, ну, смотрите, из-за чего все начинается? Из-за, ээээ, во время ссоры. А сорок почему начинается? Из-за чего сорок возникает? Она же возникает, скорее всего, по одной и той же причине. Как правило, так. Зачем вы живете с парнем ГОК вместе уже, соответственно, с интимом и так далее, если вы не женаты? Если вы не женаты, зачем? Почему вы допустили его так рано в свою жизнь? Чувствуете ли вы себя защищенной с ним? Чувствуете ли вы себя в стабильности с ним? То, что вы ссоритесь, заставляет меня думать, что нет. То, что вы ссоритесь, заставляет меня предполагать, что вы не чувствуете себя с ним защищенной. Ну, а если не чувствуете себя с ним защищенной, или есть какие-то сомнения в этом, то тоже ведь вопросы возникают. Ну, а если, если так, то зачем так тогда вам вообще с ним создавать семью? Понимаете, в чем дело? Вот это мне кажется, ну, таким, знаете, очень важным, важным моментом. Старайтесь об этом подумать, пожалуйста, старайтесь. Это важно, правда, это очень важно. Вот, значит, далее, смотрите, что вы пишете. Так, я нападаю на него, он начинает с ним драться, царапаться, толкать, бить токсины, как могу. Ну, понимаете, вот это вот ваше поведение, это проявление вашего поведения, оно очень напоминает своего рода такую реакцию, направленную на получение конкретного результата. То есть, вам это нужно. Вам нужно проявить агрессию, чтобы, чтобы что? Может быть, чтобы подчеркивать себя, любимый, может быть, чтобы парень проявил к вам такую вот, ну, такое поведение, чтобы проявил силу, потому что в других ситуациях он силу не проявляет. Может быть, так вы чувствуете себя, наконец, защищенный, когда он вас заламывает. Понимаете? Вот. И здесь, опять же, проявление мазохитма вашего. То есть, очень может быть, очень может быть, что для вас это единственный способ получить какое-то вот внимание, имуточную силу. Здесь правильно сказал мой коллега, что все эти отношения с детства, и что, вероятно, там, ваша мама, она обращала на вас внимание только когда вам, допустим, было плохо, и в других вот случаях она была безразлична. И у вас закрепилась вот эта вот, ну, вот эта вот позиция, чтобы привлечь внимание, нужно там, чтобы проявили силу. Вот. Вот. Ну и, конечно, отсутствие эмоционального интеллекта тоже играет существенную роль здесь. Далее, вы говорите, что у каждого из нас позади браки, разводы и подочки. Смотрите, у вас отношения это не первые. И, как я подозреваю, брак для вас это не второй. Не второй брак. То есть, вы разведены не один ряд. А это значит, что есть определенное сценарное поведение, как его называют в психологии. Если ваши браки распадаются, значит есть сценарное поведение. Если есть сценарное поведение, значит у него есть причина. Оно, это сценарное поведение преследует какие-то свои цели. Какие цели, скорее всего, вы не осознаете Как правило, сценарное поведение Опять же идет Из детства То есть сценарное поведение Как бы Формирует Именно родители Но для этого нужно анализировать Ваши разводы Для этого нужно анализировать, почему вы развелись Развелись и Собственно Какие были проблемы И пока этого вы Всего не поймете Брак создавать вам новый Не надо Потому что это будет очередная травма Для вас Это будет очередное Разочарование для вас Ну и так далее, не надо спешить здесь Как бы с этим И жить с мужчиной И впускать его в свою жизнь Как это Не парадоксально В общем-то Тоже не надо Вот А вы это сделали И это Тоже Как бы Ну Характерное поведение Да Для чего Для чего вы это сделали Вот Я думаю, что Так можно ответить на Ваши вопросы Значит Которые вы Ну Которые вы Вновали Изначально Вот Теперь я Еще раз пройдусь По Вашим вопросам Так Значит Вы Вы Пишите Я хочу понять Что это Мое свойство Которое Проявилось 30 лет Или Это моя Химическая реакция На Конкретного мужчину Нет Это свойство Которая проявилась На В Слоне Ваших Разводов На Слоне Ваших Неудач В браке Вполне Объемно Это свойство Защиты Вы боитесь Потреблять Этого человека Боитесь Что он уйдет И Вам требуется От него Более Яркое Проявление Он этого Не делает И Вы Опознаете Покорение Развода Как Следствие Страх Одиночества Здесь Или Страх Быть Брошенным Далее Ведь если Я Из раз в раз Веду себя Одинаково По Одним И тем Поводам Значит Мой партнер Дает Один и тот Символ К этому Поведению Или Это не так Так Нет Это не так Партнер Он Может вести себя Как угодно Это не Однозначно Агрессия И так далее Агрессия Это именно Ваша Реакция Связана Она Именно С Вами Вот Такое Поведение Деструктивно Так Меня Не останавливает Какой Совет Моему Мужчине Здесь Конечно Да Я Сказал Вам Как Ему Вести Так Или Надо Бежать Нет Ему Не бежать Надо Ему Во-первых Нужно Понять Что Агрессия Это Выплеск Это Мужчине Вашему Нужно Понять Что Это Выплеск Что Это Состояние Аффекта Своего Роля И Состояние Аффекта Его Его Нельзя Прихратить То есть Можно просто Дождаться Дождаться Когда Аффект Спадет Вот И Мужчине Нужно Нужно Не Вопринимать Вас В этот Момент Серьез Либо Уходить От Разговора Еще Во Время Ваших Спокойных Претензий И Мужчине Можно Позоветовать Не скатываться С вами Не скатываться В претензии В претензии При Вашем Контексте Скатываясь В претензии Мужчина Встает С вами На Один На один Уровень А Мужчина Он Не должен Вставать С Женщиной На Один Уровень Потому Что Тогда Они Ничем Не Отличаются Друг От Друга И Тогда Возникает Вопрос А Зачем Вообще Мужчине Нужен В этом Случе Да Вот Мужчине Нужно Здесь Проимить Мудрость С Срокойствие Выдержку Как Это И Полагается Мужчине Вот И Естественно Не Вступает С вами В ссоры Просто Не доводить Не доводить Но При этом Надо понять Почему Мужчина Вступает В конфликт Что Ему нужно Чего Он хочет Что Его беспокоит Может быть То есть Вот Такие Моменты Не Вступает Ссоры Более Пассивное Поведение В Ссорах Это Совсем Не то На самом деле Это Совсем Не то Что Не Говорить О Своих Потребностях О Своих Желаниях Понимаете Так что Тут Вещи Разные Это Тоже Нельзя Забывать Нельзя Сбрасывать Сочеток Вот Рекомендую Вам Об этом Также Подумать И Именно Такие Рекомендации Я бы Дал Вашему Мужчине На этом Все Надеюсь Помог Вам Мне Для вас Остались Вопросы Пишите В личку Буду Распомочь А я Не думаю Что Вы Хотите Разрушить Отношения Это Последний Ваш Вопрос Я Не думаю Что Вы Хотите Разрушить Отношения Я Думаю Если Вы Хотите Наоборот Их Дочистить Просто Это Делаете Вы Единственным Возможным Для вас Способом Вот И При Отсутствии Эмоционального Интеллекта На Донном Уровне Это Вливается Вот В такую Форму Я не думаю Что Вы хотите Разрушить Отношения Хотя Хотя Если Проанализировать Ваши Разводы И То Почему Вы Ну Почему Вы Разрушили Почему Разрушились Ваши Предыдущие Браки Вот Может быть Там Будет Страх Близких Отношений Такое Бывает Но Тогда Работать Нужно Именно С ним И Опять Как Видите Это Не Та Проблема Которую Вы Понимаете Если У Вас Остались Вопросы Пишите В личку Буду Рад Помочь Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи